Прошли сутки с момента убийства Дулата Агадила. На основе уже имеющихся данных мы решили проанализировать, что же могло произойти с Дулатом Агадилом в СИЗО и во время задержания. Итак, Дулат Агадил был задержан в 20.30 в селе Талабкер Акмолинской области. В СИЗО Астаны Дулата доставили в 23.45, а уже в 8.43 или 8.05 следующего дня, как утверждает начальник полиции Астаны, Дулата Агадила не стала. Обратите внимание на время. Задержание произведено в 20.30 и довезли до СИЗО только в 23.45. От села Талабкер Целиноградского района Акмолинской области до Астаны всего 28 километров. Даже в случае, если ехать через объездные маршруты, расстояние от Талабкера до Астаны едва превышает 41 километр. Но даже в этом случае время в пути не может превысить одного часа. Да и по Астане до СИЗО вряд ли эти люди в гражданском добирались более двух часов. Остается слишком много времени. За это время с Дулатом могли сделать все, что угодно, от избиений до пыток. Что касается самого задержания, власти утверждают, что Дулат находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, судя по кадрам, на момент задержания Дулат был треск и вполне вменяем. По данным людей, участвовавших на вскрытии тела Дулата Агадила, свойственный в таких случаях запах алкоголя полностью отсутствовал. А по данным близких, Дулат Агадил и вовсе не употреблял спиртные напитки. Тогда почему, как утверждают власти, Дулат Агадил умер от сердечной недостаточности, да еще и находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам по себе арест для него не являлся стрессом. Только за прошлый год за участие в митингах Дулата Агадила задерживали с десяток раз. В общей сложности за использование своего конституционного права на свободу собраний, Дулат Агадил отсидел более 60 суток. И как спустя 12 часов после задержания он мог еще находиться в состоянии алкогольного опьянения? Его что, спаивали прямо в СИЗО? Еще один вопрос, на который следует найти ответ. Почему Дулата задерживали люди в гражданском? Почему, как положено, они не были в форме? И какой смысл задерживать активиста вечером, почти ночью, формально только за оскорбление судьи и суда? Он же не рецидивист какой-то и не уголовник. Никуда не собирался сбегать, все время на виду, участвуют в митингах. Вопросов много, ответов на них попросту нет. Власти, как отпетые преступники, стоят на своем. Мол, невиноватый Дулат умер сам. Мы считаем, что Дулата Агадила пытали и били после задержания. А в СИЗО доставили уже в тяжелом состоянии или и вовсе доставили уже труп. В условиях Казахстана невозможно провести независимую экспертизу. Зарубежных специалистов попросту не допустят. А те, кто внутри страны, они работают или когда-то работали на систему. Мы не знаем имен исполнителей, но мы знаем, кто в конечном итоге виновен в смерти Дулата Агадила. Это в первую очередь руководство КНБ и МВД. Именно люди Карима Масимова стоят за задержанием и пытками Дулата Агадила. А подчиненные Тургумбаева отвечали за СИЗО, в котором обнаружили тело Дулата Агадила. За все вместе в совокупности отвечает создатель преступной системы Нурсултан Назарбаев. Именно по его воле в стране запрещены мирные собрания, а активистов приравняли к террористам. От имени демократических сил Казахстана, от имени представителей многих движений и партий. Мы призываем всех патриотов, людей с четкой гражданской позицией. Выйти 1 марта на мирные митинги. Время 12.00 по местному времени. Места проведения и митингов в площади и улице перед областными акиматами. В Астане, Алматы и Шемкенте перед городскими акиматами. Выходите, требуйте расследования смерти Дулата Агадила. Требуйте привлечения к ответственности исполнителей убийства. Требуйте отставки Назарбаева, Масимова и Тургумбаева. Убийство Дулата Агадила не должно остаться безнаказанным. Завтра на его месте может оказаться любой из вас.